Угадай произведение Сегодня мы сыграем с вами в увлекательнейшую игру. По строкам, взятым из произведения, необходимо будет отгадать его название и автора. У лукоморья дуб зелёный, золотая цепь на дубе том, И днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом. Идёт направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Наверное, вы сразу догадались, что это строки из пролога к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Сюжет поэмы Пушкин наметил ещё в Царско-сельском лицее. В печать она стала выходить с 1820 года. Но пролог появился только в 1828 году. «Руслан и Людмила» — это история-сказка, которая наполнена мистикой и волшебством. В ней рассказывается, как злобный колдун Черномор похищает Людмилу. А её наречённый Руслан отправляется на поиски И, пройдя много испытаний, вызволяет её. Ах ты, мерзкое стекло! Это врёшь ты мне назло! Как тягаться ей со мною? Я в ней дурь-то успокою. Вишь, какая подросла! И не диво, что бела. Мать брюхатая сидела, Да на снег лишь и глядела. Но скажи, Как можно ей быть во всём меня милей? Признавайся, всех я краше. Обойди всё царство наше, Хоть весь мир. Мне ровный нет. Эти строки взяты из ещё одного произведения Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Она была написана в 1833 году. Сюжет сказки переплетается со сказками «Белоснежка и семь гномов» и «Волшебные зеркальцы». Царица, злая мачеха, пытается избавиться от падчерицы царевны, так как та красивее её. Девушка убегает и спасается у добрых людей. Благодаря волшебному зеркалу мачеха находит падчерицу и в образе старухи даёт ей отравленное яблоко. Царевна засыпает мёртвым сном. Жених царевны, королевич Елисей, находит девушку, оживляет её, и они женятся, а злая мачеха умирает от злобы и зависти. Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя. Богатыри, не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Не будь на то господня воля, не отдали б Москвы. Этот небольшой отрывок текста взят из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». Оно было написано в 1837 году к 25-летию Бородинского сражения. Лермонтов восхищается отвагой русского народа в войне с Наполеоном, в которой решающим стало сражение под селом Бородино. Повествование в стихотворении ведётся от имени солдата, рассказывающего о Бородинской битве, в которой он принимал участие, и сетующего на нынешнее поколение. Эти строки взяты из самого знаменитого стихотворения Константина Симонова «Жди меня». Стихотворение посвящено актрисе Валентине Серовой. Уходя на фронт, Симонов не был уверен в том, что ему удастся вернуться живым. В произведении автор просит Валентину Серову, а вместе с ней тысячи других жен и матерей, не терять надежды на возвращение своих любимых с войны. Великая Петрова дщерь щедроты отче превышает, Довольство мус усугубляет и, к счастью, отверзает дверь. Сия тебе единой слава, монархиня принадлежит. Пространная твоя держава, о, как тебе благодарит. Наверное, вы узнали строки и изоды на день восшествия на Всероссийский престол Еея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года Михаила Васильевича Ломоносова. Это произведение автор посвятил годовщине царствования дочери Петра Первого Елизаветы Первой. В своем произведении Михаил Ломоносов отметил положительные стороны правления новой императрицы, продолжившей добрые начинания Петра Первого. Эти строки взяты из стихотворения Гавриила Романовича Державина «Признание». Оно было написано в 1807 году. В стихотворении Державин размышляет о своем творчестве, высказывает мысли о собственных заслугах и неудачах. Люблю тебя, Петра Творенье, Люблю твой строгий стройный вид, Невы державное течение, Береговой ее гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей Прозрачный сумрак, Блеск безлунный, Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады И ясны спящие громады Пустынных улиц И светла Адмиралтейская игла. И не пуская тьму ночную На золотые небеса Одна заря сменить другую Спешит, дав ночи Полчаса. В этих строках Александр Сергеевич Пушкин Восхищается Санкт-Петербургом, Особую прелесть которому Предают белые ночи. Отрывок принадлежит поэме «Медный всадник». Она была написана в 1833 году В Болдинский период творчества поэта. В поэме рассказывается о трагической судьбе Мелкого петербургского чиновника, который потерял во время наводнения Любимую девушку. От горя герой сошел с ума. Он грозит памятнику Петру Первому, а затем в ужасе убегает. Ему кажется, что его преследует медный всадник. Позже Евгения находит мертвым. Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, Над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача. А ни шумиха, ни успех. Позорно, ничего не знача, Быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе любовь пространство. Услышать будущего. Зов. Данные строки взяты из стихотворения Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво». Оно написано в 1956 году. Общая тема этого философского стихотворения — предназначение и путь творческого человека, суть творчества. Произведение адресовано всем поэтам и писателям. Также, возможно, Пастернак обращается и к себе. Ты хочешь знать, что видел я на воле? Пышные поля, холмы, покрытые венцом, Дерев, разросшихся кругом, Шумящих свежей толпой, Как братья в пляске круговой. Я видел горные хребты, Причудливые, как мечты, Когда в час утренней зари Курилися, как алтари, Их выси в небе голубом. И облачко за облачком, Покинув тайный свой ночлег, К востоку направляла бег. Эти строки принадлежат Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Они взяты из поэмы «Мцири», написанной в 1839 году. В поэме рассказывается о пленном юноше, которого отдали в монастырь. Сбежав оттуда, он заблудился И был тяжело ранен в стычке со снежным барсом. Юношу вернули в обитель, Но он все равно умер. Две равноуважаемых семьи В Вероне, где встречают нас события, Ведут междоусобные бои И не хотят унять кровопролития. Друг друга любят дети главарей, Но им судьба подстраивает козни, И гибель их у гробовых дверей Кладет конец непримиримой розни. Данный отрывок взят из трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» В переводе Бориса Пастернака. В пьесе идет рассказ о борьбе За свою любовь молодых людей. Их чистым чувствам противостоят Общество, семьи и превратности судьбы. Смерть «Ромео и Джульетты» Становится трагическим уроком Для их семей. На этом игра наша заканчивается. Надеемся, вам понравился Такой формат проверки знаний. Хорошего вам настроения и успехов! Редактор субтитров А.Семкин